Более 70% новосибирских предприятий не соблюдают правила охраны труда. Неутешительную статистику озвучил глава регионального Роспотребнадзора. В результате нарушения работники получают травмы и профессиональные заболевания. Если посмотреть причину следственного связи, причины проявления профессиональных заболеваний, то на первом месте причиной появления профессиональных заболеваний являются конструктивные недостатки машин и оборудования. На втором месте несовершенство технологических процессов. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области сегодня обсудили вопрос медицинского обслуживания в регионе. По мнению парламентариев, острой нехватки поликлиник пока нет. Но некоторые медицинские учреждения близки к пиковой нагрузке. Депутаты считают, что одна поликлиника должна обслуживать не более 50 тысяч человек. Уже запланировано строительство нескольких новых медучреждений. Так поликлинику в Советском районе отремонтируют, появится и новое здание. За строительство по концессионному соглашению готова взяться компания из Санкт-Петербурга. Она пришла к нам с инициативой оказать такие же услуги, то есть реконструировать здание, построить новое здание и оказывать там медицинские услуги. В полном соответствии с требованиями территориальной программы обязательного медицинского страхования. Департамент по социальной политике мэрии приглашает активных пенсионеров в городской центр серебряного волонтерства на Серебренниковской, 23. Если вам исполнилось 55 лет и вы готовы стать наставником для молодежи, быть в гуще событий, помогать людям и делать это в хорошей компании, звоните на горячую линию 8 953 764 41 41. Ждем вас на Серебренниковской, 23. Добровольчество – залог активного долголетия.